За подписью руководителя страны вышло постановление о мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году. Документом утвержден адресный перечень осуществления на основе ГЧП проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций, подключению к линиям электропередач. С 1 марта планируется реализовать банковско-финансовый продукт «Яшлэнергия». Зеленая энергетика. Ее развитию в последние годы уделяется отдельное внимание. И неспроста, ведь в развитии экономика социальная сфера растет потребность в данном жизненно важном ресурсе. Страна имеет большой потенциал в этом плане, наиболее полное задействование которого обусловлено целым комплексом мер, направленных на широкое внедрение в социальной, жилищно-коммунальной сферах, а также отрастях экономики возобновляемых источников энергии, создание для этого благоприятных условий, механизмов стимулирования инвесторов. Важным практическим шагом в этом направлении стало постановление президента о мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году. На сегодняшний день глобальный энергетический сектор переживает существенные преобразования. Правительства практически всех стран мира стратегическими ориентирами энергетической отрасли видят развитие возобновленных источников энергии и альтернативной энергетики, в том числе и Республик Узбекистан. Необходимо отметить, что экономика Республик Узбекистан растет, растет население, и, соответственно, возникает вопрос обеспечения потребностей со стороны населения на растущий спрос на электроэнергию. В этой связи со стороны нашего президента уделяется особое внимание развитию возобновляемых источников энергии и, в первую очередь, для населения. Необходимо отметить, что подписанный документ со стороны нашего президента дает населению дополнительные льготы и преференции. Согласно документам, в нынешнем году намечается запустить возобновляемые источники энергии общей мощностью 4300 мегаватт, в том числе крупные солнечные и ветряные электростанции на 2100 мегаватт, солнечные панели на 1200 мегаватт, устанавливаемые в разрезе социальных объектов, хозяйствующих субъектов, жилого фонда, а также малые фотоэлектростанции на 550 мегаватт, возводимые предпринимателями. Такой подход позволит в этом году дополнительно обеспечить потребителей 5 миллиардами киловатт-час электроэнергии и сэкономить при этом 4 миллиарда 800 миллионов кубометров природного газа. На эти цели планируется направить всего 15,4 миллиарда долларов США, 13 миллиардов 400 миллионов из которых – это средства инвесторов в рамках проектов на основе государственно-частного партнерства, 1 миллиард 100 миллионов долларов – кредиты коммерческих банков, 610 миллионов долларов – собственные средства предприятий, 150 миллионов долларов – средства зарубежных финансовых организаций и средства в эквиваленте 100 миллионов долларов будут выделены из государственного бюджета. Утвержден адресный перечень реализации в 2023 году на основе государственно-частного партнерства проектов по строительству 27 крупных солнечных и ветеринных электростанций, подключения их к линиям электропередач, а также намечается установить возобновляемые источники энергии малой мощности на 20 тысячах социальных объектах и государственных ведомствах. Во исполнении поставленных задач акционерным обществом «Миллиэлектротармоклара» обозначены конкретные меры по интеграции каждой станции к сетям. На данный момент у нас имеется программа на 10 лет, на основании которой запланировано строительство более 10 тысяч километров магистральных сетей, 6300 из которых на 220 киловольт и более 3000 на 500 киловольт. Также запланировано строительство 53 магистральных подстанций. Согласно данному документу определены конкретные меры по интеграции в сети солнечных и ветеринных электростанций, то есть сколько подстанций сетей будет построено. В текущем году планируется запустить первый этап солнечных и ветеринных электростанций мощностью более 4 гигаватт. В форме общества с ограниченной ответственностью создается компания «Яшилэнергия». Основной целью компании «Зелёная энергия» является финансирование установки возобновляемых источников энергии, таких как фотопанели, геолеколектора в зданиях госоторговых органов и бюджетных организаций, а также она будет заниматься сервисом и эксплуатацией данных источников. Речь и об установке в текущем году на зданиях и сооружениях 11 тысяч предпринимателей, солнечных панелей и малых фотоэлектростанций, которые вышли с такой инициативой активно включиться в данный процесс. С 1 апреля физическим и юридическим лицам предоставляются льготы по налогам на имущество, землю и доход, полученные от реализации электроэнергии в общую энергосистему страны. Физические и юридические лица, установившие оборудование возобновляемых источников энергии мощностью до 100 кВт, освобождаются от налога на имущество на это оборудование и налога на землю, занимаемый им участок, а также на доход, полученные от продажи в общую сеть электроэнергии с момента сдачи их в эксплуатацию на 3 года. На 10 лет при условии установки системы хранения ресурса мощностью, который составляет не менее 25% общей мощности солнечных фотоэлектрических панелей, что послужит расширением практической работы на местах. С 1 марта нынешнего года намечается реализация банковско-финансового продукта «Яшелэнергия», направленного на повышение эффективности практических мероприятий по приобретению установки возобновляемых источников энергии, внедрению и производству энергосберегающих технологий. Необходимо отметить, что со стороны нашего фонда для населения уже открыты и функционируют зеленые кредитные линии с несколькими банками в Республике Узбекистан. И тот опыт, который сейчас есть в фонде, мы собираемся во исполнение поручения президента имплементировать для в том числе юридических лиц и субъектов предпринимательства. С 1 апреля будет реализовываться программа «Кьюашлы Хонадон», направленная на установку в домах населения солнечных панелей малой мощности до 50 кВт. Такой работой планируется охватить 37 тысяч жилых адресов. В рамках программы за каждый кВт электроэнергии, переданной в общую энергосистему из государственного бюджета, будет выделяться субсидия по тысяче сумм. Если на сегодняшний день население покупает от региональных электрических сетей электроэнергию по 295 сумм, у них возникла возможность в 3-4 раза дороже продавать государству. И это обязательно создает в первую очередь дополнительные возможности дохода для семейного бюджета. А также это стимулирует население для установления данного оборудования ВИИ солнечных фотоэлектрических станций, что, конечно же, в общем дает положительный эффект для энергосистемы республики. В этом году возобновляемыми источниками энергии покроют 765 многоэтажных домов, намеченных в сдаче в эксплуатацию. Вместе с тем, локальные отопительные системы, 5407 социальных объектов, а также 1147 теплиц и 250 предприятий по производству строительных материалов перейдут на уголь. То есть работа в этом направлении ускоряется, открывая новые возможности, обозначенные целым комплексом практических мер, полномасштабная реализация которых позволит сделать значительный рывок в дальнейшем развитии зеленой.